И я там был. Я это все видел. Это все правда. Рома, что ты хочешь мне показать или там что-то не получается? А, показать? А, нет, не надо тогда. Я пошла гулять. Я пришла гулять, а не стоять на одном месте, понимаешь? Ну да, да, да. Мне надо двигаться, у меня потому что очень болят эти ноги. Я выпила обезборивающие таблетки. Да ничего себе. И это, и я постоянно как-то вот их пила, и они у нас там. С утра? Потому что к вечеру уже что-то, а с утра? Нет, я с утра не могу. Видишь, разные бывают. Я вот такая. У меня только к вечеру разрывают какие-то эти... Мысли, добрые мысли, да? Нет, мысли, а как бы пополнение сюда пойти на стадию. Ну я верю мысли. А с утра я могу, если мне надо, например, и на работу, или там в больницу, или там ехать куда-то ездить. Ну вот надо на работу. Я вот куда-то езжу. Надо устраиваться на работу. Ну, а куда я вот устраиваться там? Как куда? Ну вот буду, сейчас вот маленько вот так. Ну, надо еще дела тут все поделать. Весок надо в одном месте, в таком проехок ремонт сделать. К сыну, что ли, поедете, да? Я здесь пока постой. Я с вами походу. Зачем ты бы ушла ходить, Рома? Иди домой. Надо. Ты бы быстро ходить. Мне надо быстро ходить. Быстро давайте, быстро ходить. Зачем? Потому что тут волки. Да нет, тут никакого. Есть волки. Он там где-то посидел, болтал, вроде бы, сейчас ходил. Тут волки. Да. Ты уже и так встал, он откуда-то шел там сверху. Ну, а что поделать? Ой, вот. Я не могу его тронтайцами. Надо же. Вот потом приеду, приеду, где мы задали ремонт. Вот у меня, вот он, полгода ремонт, потом делать ремонт. С Сашей будете делать? С Сашей. Без Сашей буду делать. Почему без Саши? Потому что он не умеет. Его это раздражает, он бесится, орет, наперится, обзывается. У меня обзывается. Как это обзывается? На свете. Вот так он сюда меня обзывает. Как это он обзывается? Он называет меня Гадюхой, Нью-Йой, Варью. Каждый день? Кем он там, сомневался? Каждый день? Ну, всяко-разно там. Каждый день? Кошла нахуй говорит. Каждый день? Да. Ну, а зачем вы это повторяете? Я не люблю повторять. Я просто тебе хочу сказать, что я переживаю, какой стресс я ежедневно испытываю, какие я обзывательства терплю. И за что мне это, восемь лет лиц не жила. У меня уже весь мозг вылез. И он не уходит. Он не хочет уходить. Он думает и не собирается. Я его обонял, и тоже я стала нервной, больной, психической. Я его бью. А, ну то, конечно. Так я его бью, потому что он меня обзывает. Я его бью вот так вот. Просто вот так вот. Ну-ну-ну, понятно. В парусанта спине вот так вот. Просто вот так вот. Тешитесь, короче. Нет, просто он меня обзывает. Утешаетесь. Но я понял, почему... Он меня обзывает, поэтому я его бью. Чё я должна молчать? У меня знакомый, только у него жена, когда жена у него что-нибудь делает, он просто берется, становится, уходит и морется, и плачет, потому что он жалеет свою жену, что она пропадет. Он как верующего, понимаете, он молится о том, чтобы жена его не была такой, чтобы она не пропала после смерти, потому что после смерти, а ее ожидается такие дела злые, что она злится, ее ад ожидает вечно, понимаете, а он молится, говорит, помоги, моя жене все это не сделает, вот так вот. Она это слышит, они же в одной квартире, слышат, и все, и она прекращает, ему там что-то делать, вот, все одно, одно средство, то, как к Богу обращаться. У нас одно, один защитник, спаситель, поэтому у нас один, Христос, хвала ему, вот он так. Знаешь, ты какое слово говоришь, я вот его каждый раз, тебя вот сейчас вот это заслышу, а не могу понять. Как? Иисус Христос, а дальше какой-то? Спаситель, спаситель. А по-другому? Ты сейчас как-то назвал его? Защитник? Нет. Какой-то... Хвала ему, хвала. А, хвала ему? Хвала ему, я прославляю его, хвала ему. То есть, хвала ему, хвала ему, слава ему говорю, хвала. Как будто он лайк какой-то, не мерещится. Ну да, хвала ему, я просто быстро предназначу, хвала ему. Ну да, вот, пока он ничего. Вот. Вот такой вот, ну, у меня психически не догнаюсь. Ну, это, видите, только Господь Бог может исцелить. Поэтому мы... Полезно, он банкир у меня, у меня... Кто? Нет, нет, нет. Он у меня вытягивает все силы. Ну, тут, как вам сказать, я же говорю, тут может помочь только Бог. Он в него не верит. Да он-то не верит, но Бог-то существует. Бог-то существует, и Бог на него может повлиять. Он знает, как Бог на него повлияет. Это мы не знаем, как повлиять. А Бог знает. Сам Господь Иисус Христос сказал. То, что не может человек, то может Бог. Вот. Знаете, как? Вот и все. Вот он знает. Это же Бог вам всему Богу. Он этот весь мир создал. Представляете, вот такой вот сложный... Нас каких сложных людей создал. Как мы сложно устроены. Потому что, тем более, он знает, как повлиять на нас. Вот на меня как он повлиял. По мошке он мне понадобал, через людей, через других. И все, я тогда стал задумываться. О, что-то я неправильно делаю, наверное. В этой жизни же они меня там долбают люди-то. Вот так вот. Еще один раз не понял. Второй раз долбанули. Другие, может быть, люди уже. Как у меня столько долбает. Ну, идите сюда здесь. Я думаю, вот, мне Бог и послал этого салька. Чтобы я... А потом уже болезнь, когда я не послал ее. Чтобы здесь быть питание, что-то. Чтобы он меня болезнь не бросил. Потому что я не должна его бросать. Вот я думаю, если я его выгоню... Вот я его выгоняю, 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 выгоняю. Но он не уходит. Нет. Если я его выгоню, тогда мне что-нибудь настигнет. Да, я так думаю. Да это вы уже просто придумаетесь. Ну, вот так вот я думаю, что я отвечу за него. За это в основном качестве. Вы в него... Вот родители, допустим. Вот как в ответе за своих детей. Но они же их, наоборот, специально. Иди, работай, иди. Выгоняйте их. Понимаете, как птенцов. Родители родили, птички. И они их прямо из гнезда, прям, по этому... Выбрасывают, чтобы он полетел. Полетел. Они его что, не любят, что ли? Он же может разбиться. Птенец-пать, если не плетит. И разбиваются. Есть такие... Ну, это редко очень. Конечно, очень редко, которые не летят. Ну, больные, видимо. И все. Но они их выбрасывают. То есть, родители, конечно, люди так не делают, чтобы разбился, как раз ребенок. Они там, если больной, они ему помогают. Но все равно они его... Поэтому... Иди, иди, делай. Вот. То есть, мы в ответе, если... Ну, получается, вы как бы старше. Тем более, да? Я так понимаю, что... Ну, я не знаю, какие у вас отношения, конечно, мужчина. Вещи мне не подобает, конечно. Вот. Но тут, во-первых, 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 вот, конечно, то, что у вас построено. Вот если... Как верующий человек, я бы, конечно, такого себе не допустил. Себе... Ну, я бы. Я бы так не смог. Я бы уже без женщины, без брака, без... Суденчане, я не могу. Потому что... Это Бог не благословляет. Значит, в любом случае, что он будет неурядицей. Вот. Понимаете, почему? Вот. Вот у меня знакомый, кстати, он даже женатый. Он винчен. И он живет со своей женой, как брат и со стороны. Какая его лупит? Ну, не лупит она его, но она его словами. Словами она тоже обижает. Может обидеть словом. Может не послушаться. Он может сделать по-своему вообще, например, и что-нибудь. Вот. И вот. Поэтому он становится и в этом время молится. Господи. И прям плачет. Ну, естественно. А если он любит человека, то он плачет. Он не за себя плачет. Он не за себя плачет. Он не за себя плачет. И вот как раз я вам рассказываю. Вот это... Это как раз вот в «О свете Библии» канал. Он как раз там и рассказывает все. И он о себе там рассказывает. Какой-то он... Я же оттуда узнал о него. Вот. Я вам по этому советую посмотреть этот канал. «О свете Библии». Вот. И он там рассказывает. Вот как вот мужьям относиться к женам. Как женам. Как мужьям. Вот. И на своем примере он говорит. Вот у меня так вот делаю со своей женой. Вот так не будет ничего делать. Но это верующий человек только будет. Только верующий, да. Который любит свою жену. И любит своего мужа. Вот эта жена. Если она любит, она хочет, чтобы он попал в жизнь вечную. А она понимает, что раз он так поступает, то он не попадет в жизнь вечную. Туда с такими делами не попадают люди. Правильно? Что им там делать? Конечно, продолжать эти же дела злые свои? Нет. Туда так такие. Сам Господь, Сус Христос, упаковал. И ничего нечистое не попадет в Сарту Божию. То есть, во-первых, нечистое что? То, что как бы без брака, да? Вот это я считаю, это тоже нечистое. Вот. Хотя бы даже не зарегистрировано уже, да? Вот. То есть уже, получается, вы перед людьми даже неофициально. Это, я считаю, неправильно. Даже... Ну зачем я буду не зарегистрироваться? Ну вот. У меня на многом надо. Ну вот. Поэтому... Я надеюсь, что он когда-нибудь поймет, это уйдет все-таки. Поэтому остается что? Да какого поеда? С чего вдруг он уйдет? Я-то взрослею, старею. Неужели он будет со мной со старой жить? Ну, тем более... А вы только что что говорили? А только что что вы говорили? Что он вас не бросит? Только что. Вы противоречите сами себе. Нет, ну он не хочет. Я не говорю, что он не бросит. Я говорю, что он не хочет уходить. Нет, вы просто сейчас только что говорили, что вот я болею, он меня не бросит. Не бросил. Когда я болела... А, не бросил. Я говорю в прошедшем времени. А, а я не понял. Когда у меня была онкология, я болела, думала, умру. Вот, в божьей помощи выжила. А, а. Хотя нет, что ли? Ну, не бросил, не бросил, не бросил, не бросил, это что значит? Ну, он что-то, вот я, например, мама моя, она говорит, мне не надо, чтобы ты меня не бросил, мне надо твоя помощь, а не просто чтобы ты был рядом. Почему ты был рад? Как растения, у меня растения есть, цветы, они со мной рядом. Это была помощь от тебя? Вот. Ну, помощь там была немного материальная, но два раза он ко мне приехал за четыре месяца, что я лежала в алкоцентре, он два раза всего приехал, и то приехал не по своей воле, потому что подруга поехала, и там заказывала и машину, и все, и передачи, и деньги, и все, и на свете, и все. А он вот приехал, и только вот, что она мне позвонила, что ты сейчас поедешь, ну вот, выйдешь, и он говорит, ну вот так, конечно, поедешь, а так, чтобы не хотела появиться, что она приехала, чтобы сделать все. Я только живу в моей квартире, свое удовольствие. Ну вот, и у меня и так это тоже мама говорит, мне не надо, что вот я тебе там звоню, тебя вызваниваю, когда ты там придешь, мне надо, чтобы ты пришел, пришел ко мне, когда мне надо, а не когда тебе это надо, только когда у тебя время не придешь. Мне надо, я уже, говорит, пожилой человек, я должен, чтобы, вот когда мне надо. arriv taxing. вот. 那 понять как у меня не за старого?.. Нет, нет, улице странно-ви? А как? А Please? А как? 得 суперк. Вот видишь? А, так. Надо закруги считать, у вас мы сейчас средку идет? Да, мне надо пирожки считать. Что очень хе-хе-хе-хе. Да. Садитесь. Как минимум. Да. Как минимум. Солочные. Ах, жарко. Давайте за сухонечку. Маленький, покойки тут. Яблоки. Ах, 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 ах. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Следующий раз приметы есть еще. И я буду с вами ходить. Да, да. Вы звоните. Угу. Да. Скажите, Александр, давай познакомлю тебя со своим братом. Ага. Он тебя знает. Да, он на меня что-то такой. Ну, я не знаю, может он всегда такой хумурный? Да? Не знаю. Где ты его видишь? А? Где ты его видишь? Да здесь он везде живет. Он же в поселках служит. Охрана там. Так что и он везде живет. Везде живет. О нем немного слышал. О нем немного слышал. Охрана там. Охрана. Охрана там. Ну, я не знаю, может он до вас там. У него было там. Охрана 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 там. Все вы до вас. У него никого не было? Вы думаете, что он… Ну все оно… У него не было толстого. Ну, я это... Это, знаете, давно уже. Вот, это еще до этих 8 лет. Пустели дорогу? Да. Это еще больше 8 лет назад. Точно. То, что я знаю. Просто вот я там. Это вот этот поселок-то маленький. Вот так вот эти. Пчелся. Не, нормальные, как бы сказать. Как нам? Какие пропуги? Такая же женщина, как вы. Она сейчас... Она одиночку убила там. Дочка. От кого, не знаю, дочка. Я еще когда... Ну, это могло, наверное. Ну, конечно. Я когда был еще, можно сказать, неверующий человек, а эта женщина ко мне пульсовала. Мне, говорит, ребенка нужен. У меня ребенок тоже. Я говорю, я не... Такая цедрявая, да? Да. Анжела, да? Да, да. Вот. Ну, а он с ней жил какой-то. В ней жила, как-то они встречались. Ну, вот, Витя. А я с ней узнал про него. Встречали. Электриков высоких, кстати, мало. Да, да, да. Молодых. 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 Был один, этот Александр Иванович Кудрявый. Так царь-то небесный. Но он женатый был. Кучерявый, да? Ну, он женатый был. Значит, точно не он. Да, да, да. Вот. И все. Догадываться-то нечего. Догадываться даже. Так что догадываться нечего. Понимаете? Быстро можно прям вычислить его. Да, да. Да, да. Немножко чуть-чуть. 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 Ой. Такое красивое небо. Такое оно вообще даже не черное, а потом голубое. И вон костик, а что-то его видно прям. Вот. А вот мы лечили тут. Вот это вот центр. Видите? Много звезд. Как-то. Они вот туда идут. И вон они вот туда пошли. Вон он не прал.